привет всем танкисам и любителям игры world of tanks или мир танка приветствую вас на своем канале питмандед сегодня я хотел бы поговорить о замечательной пт сау 8 уровня як панцер 2 это знаменитая птшка знаменита над тем что имеет очень хорошее оружие орудие точнее довольно неплохую рикошетную броню который часто нас спасает и мы рассмотрим в ангаре ее преимущества ее минусы и так далее ну и дальше я покажу вам два боя один будет на пред топовой пушке это пушка от первой яги которая также знаменита всем все знают о ее точности пробиваемости хотя конечно на восьмом уровне это пушка настоящий кактус так как очень многие противники будут ей не пробиваться особенно десятый левел и девятый восьмой еще куда не шло это нужно выцеливать но благодаря немецкой точности мы всегда можем выцеливать как башенки такие уязвимые зоны что хотелось бы сказать о этой пт сау как вы видите я внизу вывел всего две пт сау это пожалуй лучшие пт сау 8 уровня можно конечно вспомнить советскую линейку пт сау там тоже замечательные орудия но все-таки я считаю что немецкие намного намного лучше во первых потому что если сравнивать и сумм который находится на восьмом уровне она довольно таки уступает как борщу знаменитому ныне введенному в игру так и яг пантере 2 борщу уступает в обзоре борщу выступает дпм и борщу выступает маскировки хотя борщу маскировки уступают все на восьмом уровне если сравнивать с ягой второй представителем о котором мы сегодня говорим то и сушка уступает конечно же в динамике динамика у этой пт просто колоссально ребят это ст то есть это средний там единственный у минус то что нету башни но есть довольно таки приятная броня которой нету у ису ису прошивается в принципе лобешник любым орудиям если четко вычислять ее вот эти вот части у ису то они пробиваются на ура да и боковая проекция и лобовая нижняя часть очень легко что не скажешь конечно а я и 2 яга 2 имеет очень довольно таки неплохую броню как мы видим 100 миллиметров под таким углом ребят это приблизительно где-то наверное 180 а то и 200 смотря под каким углом поставить то есть в бою вы увидите у меня есть индикатор бронирования при повороте где-то если вот такой угол и вас попадает снаряд то это равносильно броня где-то 200 с чем-то миллиметров также сама рубка рубка вообще не пробиваем единственное конечно это единственная пт салу хотя может я ошибаюсь которая зависит от вбр то есть ее маска на самом деле очень крутая ее пробить практически невозможно но бывают такие случаи когда вас пробивают танки ниже уровнем и именно в маску это конечно удивление может не доработки самих разработчиков варгейминга но не знаю бывают такие вещи то есть если я встречаю ягу я прежде всего луплю ее маску так как знаю что если даже не пробью то я могу критовать оружие орудие а при критии орудия очень большая проблема попасть вообще в соперника то бишь у меня и если начинается перестрелка то очень тяжело также советую стрелять с яги в прот 28 многие его знают то американская птшка у нее тоже очень сильно критуется орудие если упить прямо в лобежье то есть лупить именно маус ганом орудиям от мауса укорочен которая стоит именно на яге 2 на феде восьмой левел и на яхти игре который находится у нас на девятом уровне у него также имеется такая пушка у борща пушка в принципе схожая но имеет другие параметры она более дпм на я скорострельная время сведения у него принципе одинаково но все-таки у борща есть преимущество по дпм ну и по незаметности яга конечно у нас очень светится по сравнению с борщом поэтому что я советую если у вас не прокачан экипаж маскировка то сеточку обязательно как вы видите у меня маскировка еще не вся прокачена еще у командира она не прокачена потому что первый пирк я качал лампочку это мой приоритет лампочка все-таки спасает жизнь во многих боях поэтому сейчас я прокачиваю командира именно маскировку два нижних пилота у меня остались от старых экипажа еще с девятого лайва от вафли 9 остались я их переобучал и поэтому тут некак скажем заряжающий потерял 3 теперь и сейчас докачиваю 2 то есть если честно сказать то то пушку я только недавно взял поэтому бой будет не сильно приличный унылый не скажу что сильно унылый но вы увидите принципе что пушка принципе такая же как и у борща то есть урон тот же пробитие тоже скорострельность также единственный плюс у борща что у него есть конечно топовая пушка топовая пушка которая имеет 150 миллиметров вот она здесь у меня шкурка стоит конечно но вы можете понять то есть это пушка как отестов укороченный вариант ее но она имеет довольно таки неплохое пробитие сколько у нас 215 и 750 урон то есть это та же пушка ты суд единственный минус конечно что пробитие не всегда хватает у из у конечно пробитие помощнее там 287 если я не ошибаюсь но если вы не можете пробить бэбэшкой то можете зарядить голду который 334 единственный минус конечно и в этой голде так как здесь кумулятивные снаряды и они имеют такой минус как гасят урон если попадают гуслю или в экран танк а так как на 9 10 уровне у нас очень много танков имеют экраны и хорошие гуслю то попасть будет очень тяжело выцеливать с этой пушкой также тяжело так как разброс на 100 метров 0 4 как вы видите и время сведения 27 поэтому досылатель необходим хотя я его не вожу и как-то честно скажу не замечал никаких проблем единственное могу сказать быстренькому обращение повторится так как есть уже видео о нем что пушка 150 миллиметров очень хорошо себе показывает городских условиях где вам нужно выкатиться в лупить и откатиться то есть ближнем бою это пушка прошивает практически любую машину и урон как вы понимаете 750 в разуме если вы пойдете вы разберете принципе любой там ну если конечно не попадется вам какой-то скилованный игрок который зарядит фугас и с одного выстрела вас просто за ваншот ну или арта лучше конечно для командных боев это установить нашу пушку 12.8 канон 44 l 55 это стандартная пушка как ее называют многие маус гам пробитие 246 490 урона 311 голдой 490 урона 65 пробитие фугасом 630 среднего урона фугасом разброс 0.35 2 и 3 сведения довольно таки приличная пушка при моем раскладе скажем гараже с моим экипажем как вы видите у меня командир уже майор по 4 перка прокачано практически больше 50 процентов пушка довольно таки скоростная очень быстро стреляет но сегодня мы говорим о яге 2 хотя оба птшки очень похожи друг на друга единственный минус конечно борща против яги 2 это его динамика яга 2 просто ну шустрый танчик честно вам скажу летает как самолет по полю то есть разворачивается на месте нормально из-за угла вылетает очень быстро и какой большой плюс у нее что многие танки когда выезжают из-за угла они очень боятся о попадании соперника в себя но яга имеет большой плюс в этом плане когда яга выезжает из-за угла допустим вот я выезжаю из-за угла и вот так вот разворачиваюсь когда она разворачивается как бы вы мне и не стреляли это практически рикошетной зоной то есть пробить ее невозможно ягу очень хорошо пробивать или прямо или боком когда она у вас под углом пробить не реально даже десятые лэвы рикошет но все зависит от вбр а поэтому на это рассчитывать конечно не приходится как вы видите экипаж у меня здесь еще детский я его только прокачиваю продал дикер мак свой ну со временем его обратно куплю ну хоть захотел я докачать эту веку поэтому пришлось продать сейчас пока прокачиваю как вы видите вот теперь ки что у меня есть из модулей маскировочная сеть пока маскировка не прокачена как только прокачаем маскировку сеть поменяю на досылатель обязательно вентиль вентиль просто бомба во-первых увеличивает обзор во-вторых увеличивает зарядка и в-третьих увеличивает точность орудия также я уже говорил об обзоре ну короче все что есть танки он увеличит и дает плюс 5 к общему проценту экипажа ну и поставил просветленку потому что я очень часто двигаюсь не люблю стоять на месте на этой птшки конечно в кустах стоять очень стрёмно во-первых потому что сильно светится а во-вторых потому что у нее есть броня и можно танковать поэтому я часто ринусь в бой хотя честно скажу что если стоять в кустах то на ней можно допимить еще больше но сейчас выбор довольно таки строгий поэтому закидывали надо такие бои где поставить кустах не удается если допустим на борща вы можете подойти в близ в близкое расстояние в ближний бой и вас не заметят то на яге такого не получится вас уже заметят издалека сильно заметны там ну ладно сегодня мы посмотрим два боя первый бой у нас будет на яге с предтоповой пушкой это пушка от яге первой как я говорил у нее пробитие 200 и 320 урон 244 голдой и 320 урона и 60 фугасом пробитие и 420 урона но 34 точно и 17 скажу вам честно пушка кактус многие говорят что на ней можно играть но я вам честно скажу если хотите подымать свое кпд или не потерять то что уже имеете то играть на этой пушке очень стрёмно она практически не пробивает десятый уровень а если пробивает то это очень большая редкость и как правило боковую или кормовую проекцию но это рассчитано на лёшек если вам так часто попадаются лёшки то можете кататься на этой пушке потому что она очень дпм то есть скорострельная но когда я перешел на маус гамм то это птшка стала мне напоминать чем-то борща единственный минус конечно что нету башни но зато есть броня и есть возможность поставить вентилятор что очень даже хорошо если вы еще прокачайте наставника то замечательно вообще ваша пушка будет как пулемет ну для этого уровня конечно и так сегодня мы посмотрим бой с предтоповой пушкой и топовой пушкой и так начнем давайте закачаем с вами бой с предтоповой вот я скачаю свое реплей и сразу сохраняю его давайте закроем пока наш клиент он нам уже не понадобится потому что мы будем его открывать сейчас через реплей на самом деле конечно птшка очень хорошие многие считают лучшую в игре не знаю я конечно с этим не согласен потому что кроме борща для меня на восьмом уровне вообще не существует пт но все таки ягу когда-то это была моя вообще предел моей мечтаний я ее выключил потом продал потому что не мог играть на ней из-за того что не было топ пушки но вот недавно благодаря тому что подзавелся подзавелся голдишкой начал платить деньги в игре я все таки смог прокачать эту пушку и чем еще хорошо что когда вы прокачиваете на феде или на яге 2 эту пушку то она соответственно появляется или у федора или у яг 2 в зависимости где вы ее качали я покачал на я и 2 и у меня появилась эта пушка на феде то есть я спокойно теперь могу играть на феде стоп пушка и так прохоровка шестьдесят процентов на победу мы в топе как вы видите здесь восьмые седьмые и шестые левели посмотрим как можно играть с пред топовой пушкой но это то о чем я вам говорил пред топовая пушка хороша именно на этих левелах то есть не выше восьмых все что выше это уже конечно проблематично поэтому давайте промотаем чуть-чуть вперед чтобы здесь не стоять я уверен увеличу скорость и доедем до нашей позиции где я буду стоять итак вот идет заход база я пытаюсь выцелить появляется халкет на правом фланге за холмом не видно ушел за света сильно близко я не хотел подъезжать чтобы не засветиться вот квас как вы видите пробитие урон очень слабенький 134 при том что пушка 320 урона приносит ну забрали этот фраг ждем халкета не успели не успели и вот кв3 появляется вот здесь неплохо пробили кстати кв3 для для этой пушки довольно таки сладкий пирожок пробивается практически всегда практически всегда ждем обратно кв3 пока он выйдет давайте промотаем чуть-чуть больше ускорим просто чтобы вы поняли что такое предтоповая пушка здесь кв3 пытается обратно появиться пытаясь выцелить его башенку и вот он делает опять ошибку забираем его и выцеливаем квас давайте я промотаю из 3 его кто-то подпалил я пытаюсь попасть не получается и вот забираем его забрали из 3 в лобовуху мы бы его вряд ли пробили но можно выцелить щеки конечно но не всегда это получается итак у нас два фрага уже есть едем дальше здесь AMX у нас его забирают ускорим вот я попал в сул 150 true 44 очень опасный противник так как имеет низкий силуэт и попасть тяжело в нее вот сушка сотка не попадая как вы видите фпс у меня слабо и пинг сильно поднят тяжело было играть картинка прыгала бывает такое нас хорн по всей вероятности стоит где-то за зданием или за камнем и заходим на базу ускоряемся пятый фраг мы забираем нас хорн нас не пробил и вот 44 ее забирают остается еще один танчик ИСУ 152 и все ринулись его искать на добивание хотелось конечно воина но я никогда не прошу точнее бывают моменты когда могу попросить что поставили но как правило в игре очень много жадных игроков завистливых поэтому не оставляют ну я и не пытался в принципе мне главное дамаг так как от дамага зависит моя статистика хотя я не статист но в последнее время что-то мне захотелось ее поднять потому как в свое время очень сильно ее потерял из-за того что не знал как играть и короче нарушил весь процесс правильной статистики и вот пытаюсь добить ИСУ вроде бы как она моя но ее добирают это первый бой как вы видите предтуповая пушка тоже имеет свои плюсы и давайте теперь скачаем реплейчик с топовой пушкой посмотрим на что способна наша топовая пушка я на ней мало откатал поэтому ребята извините такие крутые бои пока нету будут выложу но пока что вы имели какое-то мнение выложить то что есть загружаем загружаем наш второй реплей и смотрим как я уже говорил топовая пушка такая же как и аналог от борща только в борща это стоковая пушка у нас здесь это топовая пушка но в принципе пушки одинаково единственное что как я уже говорил дпм перезарядка чуть быстрее у борща здесь мы обратно в топе но как вы видите мы по шансам на победе в попе то есть проигрываем 46 процентов всего лишь но это как всегда скажем нормальные игроки знают что оленемер как правило это нужен только для того чтобы смотреть на свою статистику процент побед это все для оленей и раков потому как были проиграны бои при 80 процентах побед и были выиграны бои при 30 процентах побед ну да при 30 процентах побед поэтому верить оленемеру процентность соотношения побед это не стоит ну следить за своим кбд конечно можно и так поедем я как всегда занимаю свою горку излюбленным слева от моей пт это в принципе хорошая позиция особенно для башенных пт потому как можно стать и не двигаться и быть полностью незамеченными на яге 2 это чуть-чуть сложнее делать потому как приходится двигаться скорость как вы видите довольно таки неплохая у пт скажем на том же борще я бы очень долго поднимался на эту горку вот сзади меня идет борщ вы видите что он еле ползет а со скоростью яге 2 у меня довольно большое преимущество по скорости вы видите борщ еще не доехал а я уже заезжаю на позицию то есть борщу уже смысла нету подниматься на горку потому что я ее за вот в этом и преимущество что вы занимаете боевую позицию раньше чем любой другой пт сау танчик и так ждем противника иногда это место просто бомба а иногда это просто кактус когда противников нету они вытягивают наших всех на себя и наши олени лезут на их пт и там их разбирают тогда это плохо но если наши умные игроки вытягивают их на свои пт то есть на меня и допустим на того же борщика то мы здесь можем разобрать издалека и причем нас даже противник не засветит ну будем смотреть за боем дальше что же произойдет я пытаюсь кого-то выцелить выжидаем вот здесь появляется у нас т71 светляк на горизонте появился у нас наш излюбленный противник это першинг супер которого пробить очень тяжело если не знать его зоны пробития выжидаем давайте я промотаю чтоб не затягивать вот здесь кв-4 нас пытается атаковать я пытаюсь ее выцелить вот она выезжает и получает на 541 как вы видите пушечка топовая очень бомбовая 541 по кв-4 довольно таки прилично так как кв-4 очень бронированный там ускорим обратно чтоб не ждать я решаю здесь ехать вперед я здесь немного раком прикинулся мог бы уйти без потери без урона но жадность фраера разгубила ну в принципе бой нормальный можно жить вот здесь я не заметил камень и влупился и вот здесь стоит исушка совсем нас делает вид что не видит получая 491 обгребает она впоследствии меня еще попадет из-за ошибки вот здесь я ускоряюсь давайте еще раз и вот я спускаюсь вот я спустился она у меня попала на спуске и я ее добил здесь fn1 я хочу ее затаранить но мне мешает е25 и мы выиграли бой в принципе ничего интересного тут нету как бы но факт в том что пушка в принципе очень хорошая когда будут еще более прикольные реплеи там бои то я вам покажу на самом деле в принципе если вы видели бои с борщом то представьте что такая же пушка стоит на яге 2 то есть вы все то же самое можете делать единственный минус конечно что у вас нету башни но зато у вас есть динамика которой нету борща поэтому всем кому понравилось подписывайтесь на мой канал жду вас у себя в гостях у меня два канала для любителей по фотошопу можете подписаться на мой этот канал и один канал у меня чисто игровой сейчас я на него зайду это там где вы смотрите все мои видео по игре я их только начал вылаживать со временем буду усовершенствовать и улучшать поэтому пишите свои комментарии оставляйте свои какие-то дополнительные требования если вы хотите увидеть видео присылайте свои реплеи я их буду вылаживать опишите заранее их чтобы вы хотели чтобы я сказал о вас и так далее ну и ставьте лайки если понравилось ну и до новых встреч до нового показа всем пока пока